На телеканале 1.1 Игоря Коломойского стартовал сериал «Последний Москаль», газета «Ре-Культура». Анастасия Лисицина на телеканале 1.1 Игоря Коломойского стартовал сериал «Последний Москаль», далекий как от межнациональной ненависти, так и от гениальности. Обычный сын обычного столичного олигарха, как называет себя главный герой лет 22 от роду, попадает в переделку. Его папа сильно обобрал одновременно бюджет и воровской общак. Так что теперь обоих ищут как банджуганы, так и правоохранители. Папа не находит ничего лучше, как отправить сына прямо к корням, на Украину, в карпатское село Великое Вуйке, откуда олигарх родом. Там проживает брат беглого богача Иван, прекративший общение с родственником еще в юности по какому-то незначительному поводу. Приезду Москаля, как называют здесь приезжего, не рад никто, ни таксисты, ни местные хлопцы, ни деревенский голова, ни дядя. Однако ряд комедийных ситуаций, в амплитуде от страшного до смешного, ставят обе стороны перед необходимостью как-то уживаться друг с другом. Нет, это не зачин сюжета очередного изделия российской фабрики комедийно-патриотического кинотреша. Это краткое содержание первых двух серий у телефильма «Последний Москаль», стартовавшего на телеканале «1 плюс 1», принадлежащем Игорю Коломойскому. Ввиду неблагозвучности название часть российской аудитории ждала этой премьеры с тревогой и сдержанной яростью, и сейчас у этой части зрителей явно есть повод рожать кулаки. Вместо проукраинской пропаганды аудитория двух братских стран получила восхитительное в своей наглости, сделанное недешево, но на коленьке, полное недетской наивности, в общем, довольно добродушное сочинение на тему дружбы народов в отдельно взятом селе. В самом сериале много спорят об этимологии и семантике вынесенного в название обидного прозвания. «У вас есть анекдоты не про москалей?» Спрашивает олигархов сыну селянина, подвозящего главного героя и коротающего за болтовнёй дорогу до великих воек. «Москаль — это же тот, кто в Москве живёт?» Неуверенно спрашивает у взрослых гуцульских лопчик. Однако, несмотря на попытки рефлексии над национальными речевыми клиши, сериал ими же и полнится до краёв, как крынка со сметаной. Здесь всю гуцулы всегда ходят в национальной одежде. Залетный московский хипстер не снимает модного пиджака и футболки, при этом сыплет долларами и объясняет местной красавице, что такое Фейсбук. Более того, в своих попытках уйти от русофобии сериал местами даёт крен на другой борт, осознанно или нет, авторы телефильма в некоторых сценах рисуют именно своих закарпатских соотечественников людьми жадными и недалекими. Как, например, в сцене вынужденного примирения дяди Ивана и племянника, в ответ на укоризненное московское пацан сказал, пацан сделал родственник продолжает улыбаться на публику, а сам тихонько цедят гуцул сказал, а сделал как ему надо. Кстати, почему-то никому из персонажей не приходит в голову, что москалик, как ласково тут порой называют московского мажора, точно такой же этнический украинец, как и его визави в вышитых рубашках. Вообще, этот фильм можно смело рекомендовать в качестве пособия начинающим изучать украинский язык, он здесь чёток, не содержит диалектизмов и понятен без перевода. А вот с точки зрения киномастерства телефильм не выдерживает никакой критики и никакого сравнения ни с российской, ни с украинской сериальной продукцией. В сопредельной стране есть свои вполне годные образцы жанра, например, Нюхач или Дом с лилиями. Последний москаль проигрывает сравнение даже со своими земляками, трешевыми сватами, кроме экранной пары героев и Игоря Скрипка, племянник, и Юрия Горбунова, дядя. Здесь все актёры переигрывают так, как будто за кадром их бьют. Да и главным героям не всегда везёт со сценами. Им то приходится носиться друг за другом по селу под псевдогуцульскую умцу-умцу, то ломать откровенную комедию уровня поселкового драмкружка. Словом, режиссёр Семен Горов снимает весомо, грубо, зримо, российско-украинская дружба, материя ответственная, до нюансов летут. Видимо, не до них, по первым сериям можно более или менее предугадать, что будет происходить в последующих, как будут влюбляться, ссориться, мириться герои, обмениваясь стереотипами друг о друге. Похоже, единственная интрига в этом сериале лежала за пределами съёмочной площадки и заключалась в саечке за испуг. Никто, конечно, не ожидал, что сериал с издевательским названием окажется настолько безвредным и бесполезным в Дели, к которому был призван. За парадом пиджаков, вышиванок и клиши за пределами кадра оказались и уникальная культура Закарпатия вместе с национальным характером и культурным наследием гуцолов, и неловкая попытка снова, хотя бы в дурацкой сказке, подружить два народа, спровоцированная на ненависть реальной истории. Другие актуальные материалы ежедневно на ваш e-mail. Продолжение следует...